Обсуждение новых правил землепользования и застройки города шло, мягко говоря, в пылу дискуссий. Да и к заседанию Думы не все моменты были отрегулированы до конца. Начал обсуждения прервал сургутянин Сергей Шевчик, который хотел высказать свое мнение по поводу принимаемого документа. По регламенту Думы, любое выступление на заседании согласовывается заранее, определенным способом. Активист предварительных шагов не предпринял, поэтому его инициатива оказалась похожа на Демарш. Я хочу объяснить для депутатов, что сейчас принимают решение, потому что это не соответствует этим же нормам, которые вы принимаете. В итоге гражданина пришлось удалить из зала заседание, а депутаты все-таки приступили к обсуждению вопроса. Проект документа народные избранники приняли за основу, но по некоторым вопросам, которые касались конкретных участков общегородской земли, голосовали по отдельности. И далеко не по каждой территории у депутатов была единая оппозиция. Мы пришли к сегодняшнему заседанию, готовы мы принять их практически на 99,9 периоде. Те поправки, которые были отголосованы, и тот результат голосования 18 на 11, 11 на 18, говорит о том, что над этим документом нам и в дальнейшем придется совместно работать. Депутаты резюмируют проделанную работу солидарно с главой города. Правила застройки – это документ живой, а значит, дорабатывать его будут и не раз. Работа была, конечно же, сложной, потому что надо отдавать себе отчет, что за землей стоят и деньги, и предприятия, и люди, и работы, и было непросто. Но с сентября начали эту работу, и все предложения, они обсуждались, абсолютно все, от граждан, от жителей, администрация соглашалась, если не соглашалась, аргументировала. Работа не остановилась. Мы приняли взвешенное, на мой взгляд, самое оптимальное правильное решение. Очень много объектов, очень много земли, ну не очень много, а достаточное количество земли оставили в зоне Р-2. Для объяснения, что такое зона Р-2. То есть это зона, как бы сказать, лесов так назовем. То есть в зоне Р-2 практически запрещено любое строительство, за исключением, ну, может быть, парков, дорожки, прогулки. Не значит, что будет везде в городе парки. И понятно, что то, что это красено зеленым цветом, не всегда там зеленый цвет. Но это некий резерв, который не позволяет в той же кульме что-то без ведома города, без ведома депутатов, без ведома широкой общественности начинать строить. Следующее заседание Думы намечено на 24 марта, и вполне возможно, на нем обсудят и первые поправки во вновь принятый законопроект. Дмитрий Круковец, Дмитрий Подлесной, Денис Зонов, Сургут Интерновости.